Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 27 мая, вся Россия отмечает Всероссийский день библиотек. Это праздник тех людей, которые ни дня не могут прожить без книги. И, конечно же, это не только библиотеки, это те люди, ради которых существуют библиотеки. Это наши читатели. Богатство библиотеки не только в книжных сокровищах, но самое главное богатство — это читатели, верные друзья, книги и библиотеки. На них держится библиотека. Благодаря им не падает ее престиж в местном сообществе. Это они своей любовью и добрым отношением библиотеки помогают пережить ее трудные моменты и разделить ее счастливые радости в ее жизни. Мы тоже, конечно, работники библиотеки, стремимся создать читателю такие условия, чтобы уходить отсюда с прекрасным настроением, чтобы он был у нас уютно, комфортно, интересно. Мы считаем, что сердце и душа библиотеки — это они, наши читатели. Сегодня мы спешим не только признаться в любви нашему читателю, выразить свое уважение, но и рассказать о них. Сегодня мы открываем цикл встреч, который называется «Ужно интересно». Интервью с писателями — это, конечно, интересно. Это хорошо, но иногда так тянет поговорить с теми, кто находится по другую сторону книги. Это с нашими читателями. Особенно с такими, для которых чтение — это, в общем-то, почти профессия. Мы с удовольствием представляем первую героиню наших встреч — Галина Симоновна Сидоровна, преподаватель русского языка и литературы в Сголовской средней школе. Галина Симоновна — большой и давний друг нашей библиотеки, постоянный помощник в проведении литературных вечеров и встреч, очень компетентным советом. Мы всегда виражим, прислушиваемся. И Галина Симоновна — тот читатель, который активно пропагандирует чтение и прививает любовь к нему своим ученикам. Итак, у нас в гостях Галина Симоновна Сидоровна. Хочется задать вам вопрос. Расскажите, как начался ваш роман с книгой? Ну, роман с книгой у меня начался действительно давно. Мне было лет шесть, я еще как бы только начинала читать. И попала я в библиотеку, в нашу улхананскую сельскую библиотеку. Она размещалась в старом клубе. Был очень такой большой, огромный клуб с пятью печами большими, огромными. И там, значит, самая последняя печка пятая, там была библиотека наша сельская. Там работала незабвенная наша Анна Петровна Прохорова. Очень добрая женщина, душевная. Вот она собирала у нас детей и все время рассказывала. Причем она еще имела такую способность, я вот сейчас удивляюсь, как она это делала. В клубе же проходили фильмы, сеансы детские. А вот вспомню я стоимость билета, пять рублей стоила билета. Вот, если две серии, то рублей, по-моему, десять, двадцать, где-то так. Вот, и Анна Петровна всегда выходила, обязательно она выходила перед всей нашей детворой, перед сеансом и рассказывала о книгах. Мне почему-то это очень нравилось, именно что она рассказывала. Потом она, как выходила перед экраном, так же потом уходила и начинался фильм. А вот, и потом я вот, как только я научилась читать, я поняла, что я умею читать и стала брать неким. И все лето проводила библиотеки. И я что, в шесть лет действительно начала читать, и перед тем, как пойти в первый класс, я уже была читательницей библиотеки. С того самого момента. Это был 1969-1970 год. С того момента я читала. А со своими любимыми писателями или книгами вы определились как бы в детстве, или у вас сейчас тоже происходит счастливое открытие, обретение? Наверное, человеку запоминается самая первая книга, которую он читал. Мне Анна Петровна всегда предлагала читать именно детские такие вот рассказы, повести, в которых героями были дети, школьники. И как-то она мне предложила прочитать книгу норфежской писательницы Анне Катриевецкой «Аврора из корпуса отца». Мне тогда и в голову не приходило, что с этой книгой потом у меня оно будет продолжение. По продолжению оно у меня получилось. В 1970 году. Книга эта вышла, значит, у нас в советском издательстве в 1969 году. Эту книгу, причем несколько таких книг, по-моему, три или четыре, я даже знаю, сколько их там было. Они были в нашей советской библиотеке, мы ее читали, эту книгу. Я потом приносила домой, заставляла читать свою сестренку. Она тоже читала, потом я уносила, через какое-то время опять вспоминала, опять брала эту книгу в руки. Но почему-то я не могла расстаться с этой книгой, наверное, потому что там героиня девочка была. Хоть она была и норвежка, но у меня не было никакого дела, кто она до национальности. Мне было интересно, какая она трудолюбивая, какая она заботливая и как она думает, печется о своей семье, о своем младшем родителям. В общем, мне эта Аврора очень понравилась. Потом эту Аврору, про эту Аврору я все время рассказывала своим ученикам. Потом они сами заинтересовались, мои дети пытались найти ее, мы так ее и не нашли. Правда, я ее нашла в хранилище, в хранилище Центра детства юношевства в Якутске. Вот, но когда моей дочери, она перешла где-то, наверное, в пятый класс, я решила показать ей родину Аврора, и мы побывали в Скандидай. Мы побывали в Скандинавии, именно нас туда повела, наверное, вот именно Аврора. Она нас очень, видимо, звала, звала долго, настойчиво. Поэтому я так дочери сказала, дочери, мы едем в Скандинавию, и у нас там будет Аврора. Она не могла понять, что это за Аврора, кто она такая. Но я ей рассказала, что это героиня этой повести, а не Татра невесты. Мы Аврору искали в Осло, но у нас так получилось, что мы не попали в библиотеку. Потом я сообразила, что если у нас следующая будет Дания, то в Копенгагене мы обязательно найдем Аврору, потому что это соседнее государство, и наверняка писательница это известно и в той стране. Обязательно. И вот когда мы попали в Королевскую библиотеку Дании, нам сказали, что здесь нет детской литературы. Вот дали нам ориентир, карту нам в руки дали, это было в Копенгагене. И сказали, вы пойдите вот по этой карте и вы найдете эту библиотеку. И мы шли, и дочка меня привела в эту детскую библиотеку. Мы там сфотографировались, сняли небольшое видео, взяли в руки Аврору, читали. Библиотекарь потом дочери моей подарила очень много этих закладок книжных, дали такие огромные картины именно по своей библиотеке. Конечно, мы ничего не понимали абсолютно на датском языке, но Аврору мы помнили, потому что книга действительно была, она Аврора говорила на датском языке, но было так интересно. Дочь моя читала, просмотрела каждую иллюстрацию, рассказывала. Это она сама читала. На самом деле она не читала, это она по моим рассказам только. Поэтому, да, поэтому эта поездка ей запомнилась наверняка, запомнилась. Потрясающая семейная история. Я думаю, что она будет передаваться из поколения в поколение. Да, обязательно. А кто был Вашим героем в детстве, из литературных героев? Ну, это тоже такая история. Наверное, у каждого из нас, особенно учителей литературы, есть своя книга, и свой автор, и человек, который познакомил нас. Когда мы учились в 8-м классе, у нас классным руководителем была Людмила Ильинична Ефимова. Она вела у нас русский язык литературы. Вот. И она любила оставлять нас после уроков и читать. Читала нам вслух, громко. Нас было очень много в классе. Человек, наверное, 30 даже лет. Вот. И мы все сидели, очень внимательно ее слушали. Ну, боялись даже пошевелить, потому что мы ее очень уважали. Она была классным руководителем. И она нам читала Альберта Леха. Вот как сейчас помню ее. Она читала перед собой клаваль, например, журнал или книгу и читала. И поэтому я, наверное, назову книгу, которая действительно на меня повлияла. Чисто в таком, что вот она вызвала мне такой отклик, действенный такой отклик, что я не просто обязана прочитать, я, наверное, должна еще это все передать другим. Наверное. Может быть, это и желание появилось стать учительным, чтобы именно самой вот это все так же сделать, как и моя учительница. Именно читать Альберта Леханова, рассказывать. И из его, наверное, множества-множества книг она читала повесть «Солнечное затмение». Галина Семеновна, а вот что главное для вас в жизни? Главное в жизни, наверное, интересоваться всем. Но это не такое вот любопытство. Не такое вот любопытство, да? Наверное, я очень хочу, чтобы человек действительно знал о многом, разбирался во многих областях и отталкивался, наверное, от того, что он сам знает и делал открытие за открытием. Я это хочу просто внушить своим ученикам и просто не терять попусту время. И я знаю, что вы очень занятый человек. Хочу вам задать последний вопрос. С чем вы сегодня уйдете из нашей библиотеки? Что вы выбрали? Сегодня я хочу взять книги Павла Николаевича Харитонова «Уйку». Почему? Потому что я вообще-то люблю читать Павла Николаевича. Я читала как-то его книгу. И меня всегда тянут в музей икраеведческий наш Покровский. Мы с детьми туда ходили в музей, тоже готовились к игре, к интеллектуальной игре. И, наверное, просто я хочу побольше узнать о нем. И чтобы мои дети знали произведение Павла Николаевича. Он же у нас народный писатель Якутии. Первый, пока единственный род из нашего хангаласского рода. Поэтому такое звание же присуждается при жизни. У него в этом году еще и юбилей. Мы так надеемся, что в рангах этого юбилея мы обязательно встретимся с ним. И хотелось бы, конечно, что бы нас считать. Поэтому я отложусь на себе из книги. Будет такая возможность. Я думаю, вы с удовольствием приняли его у нас в Максе Галухе. Спасибо большое, Галина Семеновна, вам за эту беседу. Очень интересно, содержательно. Всего вам доброго. Спасибо, Ольга Николаевна. Ну, я в свою очередь тоже хочу вас поблагодарить за нашу сегодняшнюю беседу. И поблагодарить еще и за то, что вы всегда нас поддерживаете, поддерживаете моих учеников. И когда после каждой игры, когда мои ученики побеждают на волосной игре «Умники и умницы», они мне дарят вот такой вот орден. Орден, они заслуживают. Они борются, они отвечают за правильный, хороший, правильный ответ. Они такие одни получают. И я вот этот опыт хочу подарить вам нашей родителям. Со словами благодарности. Спасибо большое, дорогие наши друзья, читатели. До новых встреч с новыми интересными людьми.